Батареи могут стать горячими в домах харьковчан уже на следующей неделе. Всё будет зависеть от температуры на улице, рассказывает в обл администрации. Хотя к началу отопительного сезона в Харьковской области оказалась в критической ситуации. Практически все региональные предприятия сферы были должны друг другу, а коммунальщики – населению. Ранее ТЭЦ-5 задолжала НАК нефтегазу около 350 миллионов гривен. В течение лета лимиты газа от поставщика ТЭЦ не получила, поскольку руководство станции вовремя не обратилось в НАК, не реструктуризировала долг и не подписала договор, отмечают в ХОГА. Вплоть до конца сентября харьковчане жаловались на отсутствие горячей воды в разных районах города, которые возникли не только из-за ремонтных работ, но и по причине остановки ТЭЦ. Однако сейчас станция работает в штатном режиме, уверяет заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко. Поэтому обещает, до конца осенне-зимнего периода проблем с ТЭЦ-5 не будет. Есть лимиты газа, они реструктуризировали долг перед НАК нефтегаз Украины. У них есть все лимиты. И на случай аварийных ситуаций у нас там есть запас резервного топлива в мазут. То есть мы по топливу, по нашим станциям, в принципе, уверены, что сюрпризов не должно никаких быть. На ТЭЦ-5 пока от подробных комментариев отказываются, но подтверждают слова Евгения Шахненко. Что касается работы остальных ТЭЦ, то на данный момент, говорит чиновник, запасов угля хватает для их бесперебойной работы. В частности, для подачи тепла двум населенным пунктам – Исхару и Слобожанскому. Это будет полностью работы одним-двумя блоками. У них там есть свой режим работы. То есть это будет обеспечено на весь отопительный сезон, этот посёлок. Нас интересует также посёлок Исхар, который отапливает ТЭЦ-Исхар. Там тоже мы следим за запасами угля. Там тоже, в принципе, никаких проблем нет. В преддверии начала отопительного сезона в Хага уверяют, что решается проблема и с расчётами харьковских тепловых сетей перед энергетиками. Напомним, речь идёт о долге в 109 миллионов гривен, который накопился с начала этого года. То, что харьковчане могут стать заложниками ситуации из-за долгов КП и остаться без воды и тепла, в городе обсуждают уже почти полгода. Но в облах администрации уверяют, что коммунальной катастрофы в Харькове не будет. По словам Евгения Шахненко, этот вопрос находится на контроле не только у Хагаэ-мэрии, но и правительства. Поэтому в ближайшие месяцы ситуация с оплатой счетов ХТС за электроэнергию улучшится. Во время отопительного сезона у них накапливается день, и мы можем платить рассчитываться. А в межотопительный сезон как раз вот эти долги и наросли. Сейчас будет отопительный сезон, пойдут платежи за тепло. И у них есть уже чётко расписано, тем более за электроэнергию в первую очередь сейчас снимают. Поэтому я думаю, что вчера это было подтверждено, есть соответствующий график. До 1 января этого года должно быть всё погашено. Эту информацию новостям ОТН в телефонном разговоре подтвердил и директор КП ХТС Сергей Андреев. По словам руководителя тепловых сетей, проблема с расчётами возникла из-за нескольких факторов. Введение распределительных счетов от НАК нефтегаза и несоответствие структуры тарифа с затратами предприятия. В ответе на информационный запрос также указано, что сейчас на рассмотрении у кабинета министров находится вопрос о внесении изменений в постановление о распределении средств предприятий для оплаты за газ. По данным ХТС, после утверждения к обминам, в тарифе изменится процент тех денег, которые будут направлены на расчёты за электроэнергию. На цене для потребителей это не отразится. Ещё часть многомиллионного долга в ХТС планируют реструктуризировать и погашать постепенно. А вот ситуация с пересчётом сумм в квитанциях за тепло, которые пришли харьковчанам в феврале этого года, пока не решилась. Напомним, горожан шокировали цифры в платёжках за январьское тепло, которые были в полтора раза больше, чем обычно. Как говорили тогда в мэрии, это случилось из-за путаницы, когда нацрегулятор и Минрегионстрой прислали разные методики по расчётам. В сентябре грандоначальник Геннадий Кернес пообещал – суммы в квитанциях пересчитают в начале отопительного сезона. Сечень попереднего года остался неперерахованным тепловыми мережами, и люди продолжают ждать этого пересчитания. Хотя уже все ответы от соответствующих министерств уже все отримали. Будь ласка, обратите внимание. Значит, Елена Васильевна, Вы увидите данный пересчёт в начале отопительного сезона. Вы увидите. Почему январские квитанции были не пересчитаны раньше и сколько коммунальщики вернут харьковчанам, в мэрии обещают рассказать в ближайшие дни, до начала отопительного сезона. По предварительным расчётам, речь должна идти о сумме в 200-300 гривен на каждую семью. Лариса Говина, Андрей Домовой, агентство телевидения Новости.